Продолжаем держать вас в курсе всех самых свежих подробностей о всех самых свежих MMORPG. У нас уже выходил ролик с предварительным взглядом на недавно анонсированную MMORPG Into the Echo, попытку переосмысления жанра от Atlec Studios на Unreal Engine 5. А недавно было опубликовано новое интервью с Акшей Колтом, продюсером грядущей MMORPG. Информации было озвучено немало, так что давайте освежим наши знания про Into the Echo. Не забываем подписываться на канал, меня зовут Мадлер, это портал Гоахару и мы начинаем. Итак, для начала ликбез для тех, кому была лень смотреть наше прошлое видео, посвященное этой игре. Into the Echo это предстоящая фэнтезийная MMORPG на движке Unreal Engine 5. Действия игры разворачиваются на планете Раава. Игрокам будет предлагаться исследовать мир, разгадывать тайны, развивать персонажей и даже путешествовать во времени. При этом разработчики пошли от обратного. Они изначально создали огромный мир с историей, насчитывающей миллионы лет, с эволюционными, экологическими, геологическими, антропологическими событиями и судьбами людей. Таким образом был заложен отличный плацдарм с уникальными племенами, культурами, языками, флорой, фауной и концепцией магии. Кстати, посредством этой самой магии и будут возможны все эти перемещения во времени с последующим изучением событий разных эпох планеты Раава. А точнее, благодаря уникальной силе под названием Киэн, которой в процессе эволюции стали обладать жители фэнтезийного мира. Ну и, я так понимаю, от событий прошлого во многом будет зависеть настоящее и будущее. Помимо этого, разработчики собираются внедрить в свой проект нетипичную систему прогресса по принципу Hub & Spokes, ступицы и спицы. Что это за зверь такой? Если придерживаться стандартной системы, то любой среднестатистический игрок будет стремиться максимизировать собственный опыт, повышая уровень. В новой же системе Hub & Spokes не подразумевается никакой числовой и линейной модели получения опыта. Вместо этого весь контент, связанный с прокачкой персонажей, будет разбит на отдельные спицы с показателями прогресса. Таким образом, пользователям можно будет выбирать из этих спиц, развивать их и комбинировать. Ну и, соответственно, делать своего персонажа более уникальным. Хотя, насколько я понимаю, имеется возможность охватить прям всё. Но это если у вас избыток свободного времени. Также не обошлось без обещаний, которых, как известно, много не бывает. Были обещаны системы репутации, множество PvE и PvP контента, конкретно завязанного на вышеупомянутую уникальность персонажей с последующим достойным вознаграждением. Ремесла, загадки, головоломки, крафтовая система, куча разных режимов и, конечно же, никакого Pay to Win или микротранзакции. Хотя по самой системе монетизации ни тогда, ни сейчас никакой конкретики нет. Единственной приоритетной платформой для разработчиков является ПК, а уже только потом консоли. Про мобильную версию речи и вовсе не идёт. Однако, давайте вернёмся к подробностям, которые стали известны после публикации интервью с исполнительным продюсером НТТ Эко Акшей Колтом. Итак, как мы уже упоминали, путешествия во времени напрямую связаны с построением внутриигрового мира. По замыслу разработчиков, мир Раава имеет достаточно долгую историю, где множество значимых событий разбросаны по временной шкале. И сами разработчики склонны рассматривать их как потенциальные точки в сюжете игры, чтобы прошлое было не просто сухим текстом в учебнике и истории, а чем-то более живым. В принципе, колд повторяется, но всё же кое-что новое проскакивает. Как только мы начали создавать Рааву, мы хотели выдумать для неё богатую глубокую историю. Мы вернулись на миллион лет назад к ранним этапам эволюции мира и проделали путь назад к современности, принимая во внимание всё, от племён и культур до языков и политики. Мы сочинили целые истории о людях, живших в различные исторические эпохи. Поэтому, когда дело дошло до разработки игрового процесса, мы не хотели оставлять всё это как предысторию игры. Мы хотели, чтобы игроки стали частью этих историй. Когда мы представляем мир Рааву, а мы не просто рассматриваем, как он выглядит сейчас, мы также должны думать о том, как он выглядел в прошлом. И если игроки захотят потянуть за ниточку о том, откуда что-то взялось, то там будет история, которую им предстоит разгадать. Концепция эха заключается в том, что любое значительное событие, произошедшее в прошлом, оставляет рябь в океане времени, которое эхом отдаётся в вечности. Игроки смогут воспользоваться этим эхом и вернуться в тот важный момент времени. При этом для путешествия во времени понадобится проведение особого ритуала, а само эхо не обязательно представляет собой только один момент времени. Это может быть несколько точек, сохранённых в памяти мира. Также в НТТ Эко будут присутствовать некие хранители времени, защищающие эхо, поэтому игрокам предстоит решить, что с ними делать. Помимо этого, Колт, что называется, разжевал систему развития персонажей, вышеупомянутые ступицы и спицы. Большинство современных ММО имеют линейную систему прогресса, которая использует XP и уровни в качестве показателей для оценки пути игрока в тайтле. Такая система хорошо работает в однопользовательской игре, где достижение максимального уровня является главной целью геймера. Однако ММО — это непрерывная игра, поэтому использование линейной модели развития персонажа сигнализирует игроку о том, что единственный способ победить в тайтле — это максимизировать количество получаемых XP и достичь наивысшего уровня для своего героя. В нашей системе ступицы и спицы мы заменяем стандартные шкалы XP и уровней. Вместо этого игроки столкнутся с несколькими деревнями умений персонажа, или спицами, как мы их называем. Они могут быть связаны с сюжетной частью, развитием техники ремесла или даже открытием навыков. Идея заключается в том, чтобы изменить мотивацию игрока. Мы считаем, что с помощью нашей системы игроки сосредоточатся на путешествии, а не на цели. Игроки не должны делать что-то только ради XP, они должны делать это потому, что это приносит удовольствие. Кроме того, прогресс по каждой спице основан на вехах, а не на цифрах, что затрудняет создание успешной формулы для эффективного продвижения в игре. Более того, система ступицы и спицы вообще избавляет игроков от необходимости искать более быстрые способы продвижения. Игрок сам решает, какие спицы и в каком порядке он хочет качать. Проще говоря, мы создали систему, которая учитывает различия между игроками, а не унифицирует или пытается их сбалансировать. Кое-что стало известно и про боевую систему в игре. По словам Колта, она будет бесклассовой, то есть пользователи могут вступить в бой без необходимости менять своих персонажей для битвы с противником определенного класса. Бои будут основаны на действии. Мы используем бесклассовую боевую систему, поэтому игроки смогут переключаться между боевыми стилями, не меняя своих персонажей. У нас не будет ПВП в открытом мире, поэтому игроки не смогут просто нападать друг на друга, бродя по Рааве. Когда мы будем готовы, мы расскажем больше об игровом процессе в режиме ПВП, над которым мы планируем поработать чуть позже. Но сейчас я могу сказать, что команда экспериментирует с боями группа против группы, гильдия против гильдии и фракция против фракции. И что самое важное, мы не ограничиваем ПВП только боями. Игроки смогут соревноваться друг с другом самыми разными способами. Bad news, guys, в игре не будет open world ПВП. Вместо open world ПВП, судя по всему, нам подвезут каких-то режимов. И это, собственно, свидетельствует только об одном. ПВП в игре, похоже, будет отдельно стоящим элементом. Хотя для кого-то, вероятнее всего, это вовсе и не bad news, но тут я больше говорю за себя. Субъективненько, так сказать. Что ж, имеет место быть, но, как по мне, ПВПшится в отдельном загончике. Это такое себе. На вопрос о том, чем именно должна будет привлечь IntoTheEco пользователей, продюсер ответил, что их игра представляет собой целую виртуальную вселенную с богатыми локациями, красивыми историями, окутанными тайнами, запутанными головоломками и несколькими уникальными элементами игрового процесса. Все это, а также то, что вселенная игры будет развиваться, пока речь идет об интерактивном сайте с базой знаний по игре и цикле романов, которые уже пишутся, привлечет игроков к их проекту. Помимо этого, они рассчитывают построить яркий, культурно богатый мир, состоящий из разнообразного населения. Например, на концепт-арте соф-сайта изображен Котопи, одно из многих мест в Рааве. Оно вдохновлено архитектурой Южной Индии, особенно штата Керала. Но это только вершина айсберга. Действие во время старта игры будет происходить на южном субконтиненте Иридон, который является только одним из трех основных континентов Раавы. Способствует подобному подходу и сама команда, которая, по словам Колта, является полностью удаленной и укомплектована сотрудниками из более чем 12 стран. И вот тут я немного не понял, более чем 12 это сколько? 13? Может быть 15? 12? Почему бы тогда просто не назвать конкретную цифру? Или они считали сотрудников, дошли до 12 стран и решили, что для интервью этого хватит? Непонятно. Еще одно довольно расплывчатое утверждение касается, скажем так, коллективных активностей. Разработчики работают над этим на нескольких уровнях игры. Например, они создают задачи сообщества мирового уровня, в которых тысячи игроков должны будут внести свой вклад для достижения общей цели. С другой стороны, они разрабатывают системы, обеспечивающие большую взаимозависимость между игроками, чтобы они могли способствовать как своему личному прогрессу, так и прогрессу своей гильдии. И при этом они, внимание, надеются достичь взаимозависимости без принуждения к социальному взаимодействию. И это, в общем-то, понятно. В любой MMORPG наберется порядочное количество воробушек-социофобушек, которым это социальное взаимодействие будет не очень-то и нужно. Тем не менее, по словам продюсера, они создают системы, которые позволяют игрокам работать вместе без принуждения взаимодействовать друг с другом. И вот у меня вопрос. Это как? То есть социальное взаимодействие без социального взаимодействия? Хм, похоже, Интедека обещает быть по-настоящему новаторским и прорывным проектом. Рассказал продюсер более подробно и о Кене, уникальной силе, которая появилась на Рааве более 10 тысяч лет назад. Она распространялась среди населения на протяжении многих поколений. Сначала люди не очень понимали Кен, поэтому его боялись и не поощряли его использование. Затем появилась организация под названием Орден Серебряной Березы и начала исследовать Кен, а затем взяла на себе задачу распространять знания о силе и регулировать ее использование. В современном Рааве Орден Серебряной Березы является главным авторитетом в этом вопросе. Но есть в мире игры и так называемый Теневой Кен. По сути, это все, что связано с действиями против Ордена Серебряной Березы и нарушениями ими же установленных правил по использованию этой силы. Собственно, насколько я понял, мы в качестве игрока случайным образом сталкиваемся с проявлением этого самого Теневого Кена, что сразу помещает нас в гущу событий. Теперь нам жизненно необходимо разобраться во всем и со всеми. В том числе и с загадочной сущностью, которая связана с появлением Теневого Кена и, собственно, самого противодействия Ордену Серебряной Березы. Благо, столкновение с Теневым Кеном подарило нам сверхъестественную возможность путешествовать во времени. Очень вовремя. В общем, как по мне, нас ожидает история в духе «всё не то, чем кажется на первый взгляд», когда светлые оказываются на поверку тёмными, тёмные светлыми и вот это всё. Ну а это, собственно, вся информация, которую удалось вытянуть из продюсера Into The Echo. Да, было много самоповторов, но кое-что новое об игре мы всё-таки узнали. И не всё из этого многим придётся по душе. В частности, как я уже говорил, концепция карманного ПВП в загончике лично мне совершенно не близка. Вместе с тем, разработчики вроде как решили сильно удариться в сюжетную составляющую, что неплохо. Давненько нам не завозили хорошо проработанного лора, который не приходилось бы изучать по запискам. Что же касается системы развития персонажа, то мне она не кажется чем-то таким уж прям новаторским. В то же время то, как разработчики собираются организовать социальное взаимодействие без социального взаимодействия, что-то слишком новаторское для меня. Ну а вы, конечно же, пишите своё мнение в комментариях. Не забываем также поставить лайк или дизлайк этому видео, поделиться им с друзьями, прожать колокол, чтобы быть в курсе выхода нового контента и подписаться на нас везде, если ещё не подписаны. С вами был Майдлер и это портал Гохару. Ещё услышимся. Продолжение следует...